добрый день дорогие друзья мы должны быть прямом эфире instagram если кто-то сейчас меня слышит пожалуйста просигнайте есть звук или нет напишите пожалуйста есть ли поставьте пальчик вверх я недавно вернулся после встречи своего дня рождения в барнауле как вы знаете я работаю с этой технологией когда специально выбирается место для встречи дня рождения хотел несколько слов сказать как все прошло какие идеи наблюдения но во первых надо сказать что все удалось это на самом деле достаточно важный показатель потому что когда мы с вами планируем выехать куда-то на день рождения если судьба очень сильно против она будет нам запрещать она не будет давать человеку возможность поехать или полететь значит мне удалось полететь как вы понимаете я живу работаю в москве барнауле достаточно далеко вот значит мне в принципе оказали довольно большую помощь барнаульские коллеги астрологи и в частности которые учились в вышек а неожиданно достаточно за несколько дней мне организовали семинар на выходные дни мой день рождения 26 числа был как раз выходные дни меня радушно приняли собрали гостей в общем я прямо с колес два дня работал мы провели хороший семинар мне подарили подарок достаточно симпатичный в котором отражена позиция вот здесь вы видите солнце в десятом доме та позиция которую я закладывал себе в этой солярной карте одна из тех позиций ради которых я туда ездил барнаульцам большое спасибо александру киба и наталья остринт и всей прекрасной душевной группе в прошлом году я также естественно использовал эту технологию летал в португалию в лиссабон куда как знают мои клиенты я очень много и часто всех посылал когда-то надо было послать туда и себя вот в прошлом году я там заложил солнце в четвертом доме и в общем выездной соляр сильно отличался от естественно от моего места проживания от моей базы это москва и я могу сказать что подводя итоги вот прошлого соляр восемнадцатого года я получил очень серьезный эффект четвертого дома и солнца в четвертом доме по этой причине как раз вот мне нравилось вот это решение когда солнце наверху когда солнце в десятом доме я говорю предполагая что вы знакомы с астрологией знаете что четвертый дом нижняя часть карты это зона семьи родителей недвижимости земли земельных угодий складов офисов все что касается темы недвижимости аренды купли продажи десятый дом это зона карьеры достижений репутации дело результат вот в общем прошлогодний соляр на мой взгляд сильно сработал и в этом году я себе выбрал карту где юпитер стрельце в первом доме асцендент стрелец и первые же два дня соляра я проводил семинар в барнауле хотя откровенно говоря меня мог бы никто ну скажем так никто мог бы не отреагировать никто мог бы не встретить не предложить никакого семинара и ты мог бы обычным образом провести день рождения выездной ну то есть будучи в отеле или где-то немножко погуляв по окрестностям что я бы сказал что по моим наблюдениям нередко получается так что дорога туда почему-то проходит более сложно чем дорога обратно я обычно наблюдаю за такими знаками которые сопровождают тебя в дороге соответственно допустим не очень хорошая погода когда ты летишь туда из своего старого соляра и потом хорошая погода когда или более легкий перелет когда ты летишь обратно но это если вы не едете на машине в выбранное место или не едете на поезде ну чаще это бывает на самолете я помню такое у меня уже было в опыте в новосибирске сейчас были точно такие же наблюдение действительно обратно был более легкий перелет вы знаете что сейчас у меня идет тренинг как раз возле даже точно в свой день рождения 26 октября я его начал у нас уже стартовали занятия где я делюсь практикой того как правильно работать с этой технологией переездов солярь я очень хорошо осведомлен о том что многие не верят и не доверяют этой практике вот и точно так же могу сказать что у меня личный опыт с 2006 года показывает что выездные карты отражают то что они отражают домашние мы начали работать уже с практическими примерами группы 27 числа работали мы смотрели несколько соляров из группы и сделали вывод что срабатывал выездной соляр который был в италии а не домашний соляр как многие говорят вы вернетесь домой и все будет работать по домашнему вот я группе показывал соответственно что и как нам видно карте выездной это работал очень важно понимать что в любое каждый год нам а человека посылать куда-то не нужно не обязательно надо сначала смотреть карту и определять задачи года возможно надо быть в том месте где вы находитесь также новичкам начинающим важно пояснить что здесь нет такой идеи чтобы уехать просто куда-то то есть абсолютно точно не работает идея что вот я в день рождения не был дома или не была дома я был в поездке значит все должно быть хорошо это совершенно точно не так многие действительно в день рождения уезжают потому что им делают подарок например недавно буквально вчера я общался женщина из петербурга муж решил ну как бы укрепить все романтические их отношения сделал подарок и увез ее в рим прямо в день рождения и и соответственно мы смотрим какая карта закладывалась там на самом деле астролог обязательно смотрит конкретное место в котором вы оказываетесь в день рождения и эти эффекты которые там есть то есть не работает идея просто уехать куда-то значит нужно уметь правильно владеть этой техникой безусловно мы должны понимать что это не волшебная палочка которая сразу у легко решит все задачи все вопросы это точно не так но повторю что в моем опыте есть такой пример когда я эту технику использовал для себя и для супруги с целью того чтобы у нас получилось где-то рождение вот и несколько лет я применял эту технику и в общем задачу удалось решить я на самом деле к этому отношусь достаточно здраво я бы сказал и практически я не хотел бы кого-то фанатизма устраивать фетиша из этой техники но надо понимать что если у нас есть шанс и если эти выездные карты работают и похоже что они работают там тут тогда надо его использовать и тогда надо уметь правильно его использовать конечно эта техника для особой категории людей для людей которые обладают достаточно развитым плутоном и достаточно развитым ураном говоря на языке астрологии плутон это значит они не соглашаются с ходом вещей готовы применять свою волю и вмешиваться и пытаться повернуть движение лодки можно применить такой образ что ваша лодка течет по широкой реке и течет туда куда несет течение если мы говорим что мы не хотим плыть туда куда несет течение у нас есть весла мы хотим грести в ту сторону которая нам нужно вот если астрологической практике у нас есть одна единственная техника где мы можем не грести в ту сторону куда мы хотим они туда куда идет куда несет вас поток или несет там русла реки соответственно на тренинге я показываю как не допускать ошибок на тренинге мы обсуждаем какие решения оптимальны когда речь идет о том чтобы усилить позитивные планеты ослабить негативные планеты естественно этот тренинг необходим астрологам которые работают с этой темой которые хотят научиться работать с этой темой астрологам и увлеченным астрологии людям у которых развит уран как я сказал уран это дух эксперимента если вы не хотите экспериментировать боитесь не верите или не хотите вмешиваться в ход вещей эта техника не для вас но если у вас когда-нибудь наступит такой год когда вы понимаете что вот либо сейчас либо никогда и нужно активизировать все ресурсы какие только есть вот тогда я бы сказал давайте мы добавим соляр если у вас и так все хорошо можно себе не дергать или иногда люди говорят ну знаете вот я могу быть мазка я могу быть в париже можете посмотреть карту 1 и карту 2 игру конечно мы смотрим карту 1 карту 2 я объясняю париже то-то в москве то-то здесь очень важно сказать за какое время за сколько включается соляр конечно никто не скажет чье мнение правильно потому что это трудно проверить я излагал свое мнение мое мнение таково что гороскоп человека при рождении запускается за 7-8 секунд момент первого вздоха и то же самое по моему мнению происходит с соляром то есть соляр не может закладываться три дня не может закладываться 12 дней и потому что у соляра есть сетка домов асцендент это значит это одна минута или меньше одной минуты иначе у вас нет асцендента поэтому по большому счету речь идет о том чтобы просто в момент звездного дня рождения оказаться в том месте где вы выбрали но мы с астрологом должны еще уточнить этот звездный день рождения потому что он бывает накануне в предыдущие сутки соответственно занятия которые мы сейчас проводим они помогают начинающим сократить время которое у них уходит на обработку вопроса консультации на то чтобы найти оптимальное решение получить больше уверенности больше техники больше понимания как это делать как выбирать какие-то оптимальные решения вот интересно у нас есть тема которую можно отнести к астрологии коррекции это большая на самом деле астрологическая ниша астрология коррекции она затрагивает натальную карту когда мы говорим нам мы видим что вот здесь ослаблена планета или вот здесь напряженная планета вот этот сатурн надо как-то компенсировать вот этот марс надо успокаивать вот эту венеру надо усилить это все астрология коррекции в натальной карте то же самое мы можем делать с вами в солярной карте дня рождения каждый год и в принципе эту задачу коррекции можно решать даже никуда не выезжая когда вы просто сидите у себя дома строите свой соляр на место пребывания я считаю что мы строим соляр на место пребывания они на место рождения допустим вот и вы можете задавать такой же вопрос из серии астрологии коррекции а вот у меня в соляре марс слишком острый венера слабая луна в шестом доме болезни как мне отработать это компенсировать есть идеи компенсировать это какими-то сознательными организованными действиями мы это тоже можем обсуждать на тренинге вот есть идея корректировки переездами то чем я занимаюсь и при этом у нас всегда несколько позиций может быть улучшена когда мы делаем переезд несколько позиций могут являться такой своеобразной платой то есть мы что-то очень сильно хорошо поставили в карте соляра вот что-то может стоять сложно то есть мы все равно выезжаете вы или не выезжаете у нас все равно есть важный такой фронт работы важная задача это как смягчать корректировать усиливать позиции солярных планет соответственно на тренинге я рассказываю как выглядят типичные соляры которые требуют переезда как выглядят типичные решения которые я обычно применяю а я работаю много с солярами и мои клиенты достаточно масштабно летают от Владивостока и Хайнаня в восточной части Азии до Мексики и Калифорнии и в западной части Америки и Бразилия бывала и Рикявик бывал вот в общем у меня это постоянная практика я поясняю вам как с этим работать отвечаю на все вопросы таким образом мы с вами получаем какую важную вещь это важная вещь это быстрый прогресс естественно вы можете самостоятельно с этим работать но вот сейчас на волне дня рождения мне на волне Юпитера в стрельце который помогает решать вопросы с поездками я захотел сделать такой тренинг если кому-то интересно заходите смотрите лендинг ссылка есть в моем профиле в Инстаграм ссылка есть на Ютуб занятия будут живые 4 вебинара в эти выходные 2-3 ноября в мой день рождения мы стартовали у нас было стартовое занятие ответы на вопросы была философия был разбор нескольких карт конечно живые карты участников в открытый доступ на Ютуб не идут вы их там не увидите если вы войдете в тренинг становитесь участником вы получаете доступ в личный кабинет и там увидите разбор всех примеров если вы захотите свой пример разобрать соответственно есть такой формат участия когда можно разбирать и ваш пример и я уже обещал что есть идея посмотреть интересный фактически выездной соляр Эдуарда Сноудена вот это мы сделали с группой в прошлое в воскресенье 27 октября когда я еще во время своего соляра трудился в Барнауле вот это должно появиться в записи на Ютуб видимо уже завтра это в пятницу вот посмотрите на этот интересный пример так оказалось что Лоу Сноуден в день рождения по моему в 2013 году оказался если я не ошибаюсь в Гонконге это задокументировано и на этот момент он не знал где его дом он не знал где он будет он не знал своего будущего он уехал из Америки у него не было даже никакой базы ни базы не было ни представления где он будет то есть в точке между прошлым и будущим на какое место строить соляр ну вот благодаря журналистам мы знаем точно где он находился и такое не знаю благословение судьбы с точки зрения астролога у него был день рождения вот этот соляр мы построили посмотрели я его кратко прокомментировал вы сможете найти это в открытом доступе на моем канале youtube мне кажется это интересно мы там получаем реальную практику каким языком с нами говорит соляр языком позиции планет языком асцендента языком того какие планеты в первом доме что у него в четвертом доме что у него в девятом доме что там луна в скорпионе делает и так далее посмотрите если у вас есть вопросы по этой теме пишите пожалуйста под роликом который выйдет на youtube и здесь в инстаграме мы с группой продолжаем работать продолжаем продвигаться в этой теме и могу сказать что совместная коллективная работа действительно дает скорость и более быстрый прогресс это то зачем мы здесь собрались с одной стороны я передаю знания с другой стороны мы вместе растем прогрессируем и учимся правильно использовать эту технику потому что можно в нее верить можно не верить но я на личном опыте вижу что есть у меня есть примеры клиентов которых я отправлял на соляр для детства рождения и у них это получалось сразу честно скажу естественно были примеры когда не получалось надо к этому относиться с уважением я никогда не говорю что один раз мы применяли технику у вас все будет работать нет на самом деле у людей бывают настолько серьезные давние многолетние зависшие проблемы что иногда на мой взгляд отрабатывать их надо тоже годами но я верю вот в это накопление качества если вы не будете ничего делать ситуация может оставаться такой же запущенной хронической если вы солярами накапливаете нужное качество а нужное качество это может быть там пятый дом детей или седьмой дом отношений или десятый дом карьеры или второй дом денег или четвертый дом недвижимости это может потребовать не одного раза имейте ввиду поэтому если вы спросите честно есть у вас опыт что вот человек попросил хочу детей вы его отправили и не получилось ответ ну конечно же да мы же понимаем прекрасно не волшебная эта палочка конечно да и несколько раз это надо делать то есть мы понимаем что мы боремся с судьбой но это очень серьезная вещь но при этом есть ли у меня опыт когда это срабатывало ответ да я это делал для себя лично у меня маленькая прекрасная дочь я это делал для клиентов я это видел как это работает в год моей свадьбы и так далее поэтому я считаю что это наш ресурс и поэтому вот сейчас я решил сделать такой тренинг и вы можете сейчас присоединяться если хотите второго третьего числа вопросы пожалуйста пишите я буду читать по возможности буду отвечать на мой взгляд тема увлекательная острая для смелых людей и я считаю что нам надо ее исследовать нужно изучать ее как можно более глубоко внимательно соответственно подводя итоги повторю что свой соляр в Барнауле я выбрал сам понимая что я там хочу что закладываю я его реализовал мне удалось вовремя приехать хотя вы сейчас видите что Меркурий тормозил в последние дни тормозил и мешал и у меня до приезда было 6 часов и самолет Домодедова задержали на 4 часа я прилетел за 2 часа до соляра это одна из идей один из ответов на вопрос а когда хорошо бы прилетать видимо хорошая идея ну за сутки до соляра потому что ну вдруг там не знаю шторм не погода вот мой запас в 6 часов слава богу сработал но он был связан у меня с работой я закончил работу и вот мог вылетать и также спрашивают сколько там желательно необходимо оставаться обычно мой совет сутки и я считаю что хорошо потому что за сутки происходит закладывание новых ритмов также есть вопрос на тему того что у людей бывает спад со здоровьем накануне дня рождения на самом деле это достаточно понятная вещь потому что последний месяц перед днем рождения старый год старая годовая программа уходит из нашей жизни а новый год приходит воплощается это как знаете старый кабинет министров уходит новый приходит такая неизбежная пересменка происходит и наш организм в это время ослаблен поэтому ничего удивительного в общем для меня эта тема интересная и интересная не теоретически а практически я передаю свой опыт за последние 12 лет опыт накопленный в практике соответственно на этом небольшой выпуск завершен я наверно буду делать еще если будет интересный материал посмотрите видео по теме Эдварда Сноудена смотрите следующее видео очевидно я сделаю про ретро меркурий это важно еще раз сказать все ключевые слова про этот меркурий очевидно будет выпуск про прогноз на ноябрь сейчас пока у меня главная повестка это соляр после моего дня рождения на этом все спасибо за внимание ссылки найдете под видео и до новых встреч